Канал Аликсенплей, мы продолжаем играть в мод Кайзерей за Французскую империю. В прошлой серии мы вернулись домой и еще повоевали с Германской империей. И поделили вместе с Россией и Румынией Германскую империю, то бишь. Вот, а сегодня мы будем воевать. Во-первых, вернем Батавскую коммуну в русло Французской империи. У Швейцарии потребуем Романдию. Потребуем, конечно же, Романдию. Повоюем, конечно, с Румынией и ее сателлитами. Потому что Антанта должна укрепиться. Что еще? И с Османской империей война тоже самая важная. Надо помочь Греции вернуть. Получается, Османскую, то есть земли греческие, Константинополь и прочее. Мы вернем грекам. Ну, а сами заберем тоже всякие колонии. Почему бы и нет? Ну, главное, это акцент на всех нейтральных странах Европы. Я думаю, мы решим с этим вопрос. Но и с вашего позволения, можно буду я все-таки... Все-таки с щитами буду объявлять войну. Потому что уже 42-й год, 3-й сентября. Оправдываться будет очень долго, я не хочу. Поэтому будем... Ну, и в реальности никто не ждет войны. То есть не оправдывается войны. Это все. Такого нет в реальности. Но вот, мы будем просто объявлять войну. И все, сами, когда хотим. И кому хотим. Ну, кроме наших союзников, конечно. Хотя можно им объявлять. Блядь, всем можно объявлять войну. Но мы будем только врагам нашим. Так, бронетранспортер 2 возьмем. Ну и пора уже атомное исследование тоже. Ну и производство. Возвращать тоже нас на прежний уровень. Средние танки производить будем. Ну, все по полной программе. Надо производить. Не хватает у нас риасов. Но не хватает немножко вольфрама. Но это тоже ничего страшного. Сейчас мы там заменим пехотное снаряжение. Подойдут войска на... Получается, на границу с Ботавской коммунной. И я объявлю ей войну. И обращение короля Альберта. Король Альберт Первый сегодня по радио обратился к народу Монтанты, поздравив их с успешными усилиями по возвращению домашних островов, поблагодарив за поддержку в самые мрачные дни Британии годы. Есть много поводов для скорби и много еще предстоит восстановить, сказал он. Но мы также должны воспользоваться этим моментом, чтобы порадоваться, ибо наше возвращение домой – это мечта, на которую некоторые потеряли надежду. Надежда, однако, всегда была нашим сильнейшим союзником. Одна плывет с нами по морям и марширует рядом с нами на поле боя. И она должна надеяться, что мы должны держаться друг за друга, двигаясь вместе в следующую эру нашего общего союза. Ну что же, объявляем войну Ботавской Каммоне. Призывать союзников я, конечно же, не буду. Чё ж вы не наступайте, ребят, давайте. Чё-то они стоят все так, призадумались. Давайте, пробивайте. Е-е-е, пробили. Отлично. Давай зайдем, сейчас попробуем взять. Роттердам. Гагу взяли. Штурм Амстердама проводим. Чё-то музыка у меня тихо играет, не понимаю. Сейчас. Вот, нормально. Так, давайте штурмуем Амстердам. Роттердам пал. И теперь Амстердам тоже падёт. Так, изучаем. Ядерное исследование. Давайте возьмём. Давайте ещё добьём окружённые дивизии. Азербайджан капитулирует под Россией. Там, наверное, Россией что-то делает. Давай. Амстердам пад. Иди. Е-е. Отлично. Батавская коммуна капитулирует. Ну, и мы забираем все регионы. 15 октября 1942 года. Французская империя была восстановлена. Полностью. Во всех почти её границах. Ну, кроме Каталонии. Ну, мы Каталонию не будем забирать. Потому что Хавьер, первый королевец Испании, находится в нашем союзе. И мы не будем её так обижать. Ну, также Италию я всё-таки Турину отдал. Ладно, уж будет немножко другая. Французская империя. Не такая, как Наполеон. Но всё равно неплохая. Вот. Поэтому. Оставим. Романдию мы вернём. Это точно. Вот. Ну, что. Теперь давайте готовиться к войне против Румын. И. Да. Против Румын. И против Швейца. Тоже давайте готовиться к войне. Ну, что ж. Объявляем войну Швейцарии за Романтию. И сейчас подготовимся, кстати. И у Румынии всего три дивизии. Ну, одна три. Потому что очень мало дивизий. Нет. Давайте наступать. Та-а-а-а. Та-а-а-а. Та-а-а. Так, авиацию нам подвезти. Грузия капитулирует, кстати. Сейчас пробьём. Пробьём Женеву. И дальше едем будет. Давайте. В Лозанну наступаем. В общем, захвачу Швейцарию, покажу вам. В Швейцарии капитулируем. Мы забираем Романтию. А всё остальное дело... Ну, тоже мы забираем всё, естественно. А Романтию мы освободим потом. Судьба Нидерландов. Подолжим военную оккупацию в Нидерландах. Естественно. Сейчас Швейцария появится. Судьба Швейцарии. Освободить. Освободите на Романтия Наша. Отлично. Романтия Наша. Можем интегрировать Нидерланды. И интегрируем ещё французскую коммуну. Отлично. Теперь порядок был восстановлен во Французской империи. Отлично. А теперь объявляем войну Румынии. Сразу. Сходу. Что мне тут плевать. Потому что у них так мало дивизий. У их союзников тоже мало дивизий. Поэтому ничего страшного. Можно сказать сразу. Сходу в карьер. Заходим давай. Ну паст тут надо проходить. Да. Он тут призовёт сейчас своих союзников. Но. Они у него никакие. Ой. Россия кстати тоже объявляет Румынии войну. Интересно. Будем делить значит с Россией. Неплохо. Мы атакуем. Проходим. Запись-то идёт я надеюсь. Да. Запись идёт. Отлично. А что это капитулирует? Не понял. Не понял. Так. Берём Бухарест. Куда? На Добруджу. А ты на Брашев. Попробуем. Ну попробуем мараш... Вархим взять. Отлично. Румыния капитулирует. Ну и будем забирать сейчас все земли, которые можем. В общем заберу земли, покажу вам, как поделили мы этот мир. Ну в общем что, победили мы, победили мы Румынию и их союзников. Что получилось? Освободил я Чешскую республику с Жаном Малу Петером. Плюс Словакию освободил. Смело нам ход за. Венгрии я отдал, короче, Южную Словакию. Хотя... Не, всё-таки Южную Словакию. Ладно, Венгру не будем усилять. Всё-таки отдадим. Словакам. Вот. Венгрия пока забрала тут Сирмий. Ну это как бы её и были. Регионы забрала только Альффельд, я ей отдал. Северный Банат. Сирмий. Ну Сирмий уже, по-моему, и Воеводина уже были в Венгрии. Ну это временно, чтобы сильно не усилять Россию, во-первых. И он... Михалахи. В Румынии управляет. Ну Румынии, короче, стал марионеткой России. Вот так вот. Ой, и... Кстати, Албания тоже вступила в организацию Московского договора. И вот такое вот, получается, усиленное тут нахождение организации Московского договора. Вот. Как-то так. Ну и война у нас, к сожалению, продолжается с Индокитайской Федерацией. И у неё, конечно, сколько дивизий. Мало дивизий. Нам надо как-то подвести войска, будет подготовить высадку и аннексировать. И вот этот Саравак. Ой, Саравак что-то восстал против. А, марионетка? Индокитайская Федерация. Интересно, получилось? В Филиппине. Кто в Филиппине? У японцев. Ладно, не будем ничего с ними делать, пускай живут пока под нами Южные Филиппины. В общем, подготовлю высадку в Индокитайский Союз и увидимся тогда. Плюс ещё можем на Болгарию напасть, пока она никуда не вступила. Что-то одна дивизия что-то у нас пострадала. Непорядок. Что одна дивизия пострадала. Ну, в общем, подведём сейчас войска и быстренько захватим Болгарию. Чтоб она не вошла в русский альянс, но успеть это сделать. Так, а морпех? Мы, наверное, где морпехи? Отправим морпех. В Сингапур. Флот, наверное, всё-таки возьмём. Подводную лодку и сопровождение. Ну, пока давайте охоту на конвои. В этом проливе пускай всё это будет происходить. Сейчас проплывут наши подлодочки. Я надеюсь. Флот-то наш плывёт, я надеюсь. Что-то не понимаю немножко. В общем, ладно, подготовлю высадку и увидимся тогда. Объявляем войну Болгарии. Болгария должна быть наказана. Да, это другое правительство. Да, это со-консерватор. Но она причастна во втором Вельдкрике. Поэтому мы объявим войну. Она должна заплатить за свои грехи. Ой, грецы-то мы не призвали. Цузко-болгарская война. Часть войск... Часть войск сюда отведём. Мы успеем, я думаю, до России. Чуть всех сразу греца призвала. Главное, чтобы России сейчас не вмешалось. Неплохо проходимся. Возьмём Софию сейчас. Да, София наша. Продолжение следует... Эх, жалко тут нет. Какой-нибудь имеется ввиду большой. Ой, а тут Россия на Османском импере напала. Вот чёрт. Чёрт. Высадку будем готовить. Вот сюда. 28 дней. Чёрт, надо готовиться к этой... К новой войне. Вот, точка не задана. Вот здесь вот точка будет у нас находиться. Тут тоже точка. И тут точка. Чё-то мы, да, забыли тут, чтобы обучать наши войска. Ничего, сейчас с Болгарией покончим. Ну, Россия, видите, была занята войной. Против Греции, против Турции, поэтому она Болгарии не помогает. Давай, добивайте Болгарию скорее. Совместные воздушные учения давайте возьмём пока. Всё, Болгария капитулирует. Отлично. Ну, давайте... Забирать. Что можем? Полностью Болгарии забираем. Так. В новую армию, пожалуйста. Просто... Пулей просто. Просто пулей сейчас будем нестись. Во-первых, в Африку. И, во-первых, чтобы Россия сильно не забрала. Сейчас заберёт всю нафиг. Ещё мы не успеем. Так. Со стороны Греции первая армия будет наступать. Да? Потом другая армия будет наступать. Вот здесь вот. Второй поход на Египет французов получается. И вот отсюда ещё будет наступление вестись. Что-то. Тут я хотя бы инфраструктуру ещё не совсем построил. Плохо делом. Ладно, ничего. Разберёмся. Вроде построил немножко. Так. Исследование нам надо взять уже с 43-го года. Приборы ночного видения. Пехотное противотанковое оружие. И вот тут мы запустили нашу промышленность. Немножечко, но ничего страшного. Давайте ж... В общем, жду, когда войска подведутся на границе. И мы потом начнём. Так, просходцы на море у нас есть. В общем, высадка скоро будет готова тоже на товарищей Индокитайский союз. Это тоже социалисты, поэтому с ними надо точно покончить. Ну что ж, пора уже не медлить. Россия уж слишком наступает, поэтому мы вступаем тоже в эту войну. Объявляем войну. Призываем Болгарию. О, кстати, в Болгарии тот же лидер. Только марионеточный наш. Интересно. Призываем Грецию, конечно же. Ну сейчас она всё равно всех призовёт. Понятно. Одна дивизия сюда. Наверное, Константинополь. Пущем. Константинополь мы забрали. Так, что, наступление в Африке идёт. Как там высадка у нас проходит? О, высадка прошла, кстати. Отменяем высадку и даём приказ об наступлении. Давай, вот так вот. морпехи наши высаживаются. Пускай наступают кто куда. Куда вот это вот вступило чудо интересное? Не, не хочет вступать никуда. куда? Куда? Что за город? Хюэ. Хюэ. Заходим. Значит, часть вот сюда встын Г-3-енг. Господи, какие названия жесткие? не прочитаешь. Ты чё спишь? Давай, не спи, едем в атаку. Так, как там дела у товарищей османов. Вроде неплохо. Бабурсу надо взять обязательно. тут-то наступает. Наступаем. Так, тут-тут пробьем, я, наверное, думаю. наступаем на Хюэ и на Винь Ну, да, Китайский Союз мы потом капнет, я думаю. Тут добиваем. На Паксы пойдем. Сарвак, кстати, капитулирует. Австралавст Австралазийский Союз высаживается в Османской, как у нас империи. Поход на Египет проходит. Вроде как. Тут немножко план редактируем. Попробуем взять Анкару первыми. в Ханой надо зайти. в Османской империи. в Османской империи. в принципе неплохо. Прям можем Анкару уже путь открыт. На Зангулдак тоже пора. Конью взять надо. Прям вышли уже к русским. Привет. Встретились. Как дела у Османа? У Османа дела хреново. По факту по факту уже хреново. И печально. Все Осман тебе конец. Русские давайте берите Дамаск. Дамаск вперед. вот. Давайте. Дамаск должен быть взят русскими войсками. Как тут у нас дела? Куда-то отступил. жопа отступила. Лангшон я вот тут не доглядел и Османская империя капитулирует. Ура! Ура товарищи! Османская империя победила. Ой Османская империя победила. Мы победили Османскую империю. В общем буду сейчас делить поделю и вам покажу как мы поделили и на конференции и в конечном итоге тоже. Ну вот давайте смотреть что у нас получилось. Турцию мы победили. Вот тут даже Курдистан Россия не хочет освобождать и она просто Турцию марионетку сделали. Греция получилась очень неплохая Георгиус второй получил все греческие территории Блин мы тут пока я воевал с чертовым вот этим вот Индокитаем который не капитулировал взял столицу нет до последнего он не капитулировал надеюсь мы не можем теперь освободить никого Ступаем до Китая вот за этот заразу я военную оккупацию упряму блин а как же по поводу что делать Саудской Аравии я хочу освободить как бы но мы не можем черт почему так дебильно вот я не успел нажать решение надеюсь потом решение выскочит ну или ладно оставим это себе как колонию пускай уже будут вот такая вот у нас получилась французская империя получили колонии получается в этой серии мы просто колонии укрепили Антанту в общем Наполеон 6 вернул получается все по факту это можно назвать финалом по факту потому что больше я не вижу смысла захватывать чего-то уже и так но только вот помочь может быть против кому не Бахарата Домиона Индии может быть с Россией воевать я смысла не вижу потому что да я наверно вас даже не буду просить повоевать вопрос даже не буду проводить захватывать или ну делать ли поход на Россию потому что бы Антанта была получается по всему миру почти что но как мы знаем ну пойдем мы на Россию да может быть мы победим но мы там застрянем мы будем там очень долго доходить она не будет долго капитулировать поэтому зачем смысла нет все равно французская империя восстановила свои именно границы я думаю ну это замечательно поэтому эта серия получается финал такой вот финальчик у нас получился поэтому подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх и знайте что самое интересное еще впереди всем удачи и пока thank you guys спасибо спасибо Продолжение следует...